Новосибирск Сибирь победой завершила выступление в регулярном чемпионате КХЛ. Подопечные Николая Заварухина в зрелищном поединке одолели «Рижская Динамо». И теперь в хорошем настроении готовятся к играм плей-офф. Подробности матча и итоги первого этапа турнира в сюжете Александра Шерудила. Динамо «Рижская Динамо» На старте второго периода гости и вовсе сумели увеличить свое преимущество. Маршал застал врасплох Красикова, а у Сибири по-прежнему не хватало остальных. На помощь пришло большинство. Роухаума отыграл одну шайбу. Да, охота просто выиграть. Я думаю, что мы должны переламывать, маленькое движение добавить и бросать побольше, пока у нас что-то нет игры. Защитник Сибири, отмечавший этим матчем свой день рождения, пообещал победить и свое слово сдержал. Гости обороняли преимущество до середины третьего периода, а потом не устояли. Макаров сравнял счет после выверенной передачи Шашкова. После этого место в воротах «Рижан» занял 18-летний голкипер и хозяева быстро воспользовались этим. Шаров вывел Сибирь вперед, а Йоки Пака увеличил отрыв, реализовав лишнего. 4-2. Сибирь готовится к плей-офф. Я думаю, прежде всего надо настроить голову. Психология очень много решает в бою. На простые действия. Но, безусловно, провести день с семьей, восстановиться, отличиться и полностью окунуться, забыться и окунуться в плей-офф. Перед стартом важнейших матчей сезона у Сибири двухматчевая победная серия и 8 заброшенных шайб в этих играх. Но все же особенными эти поединки стали для одного игрока. Дмитрий Овчинников дебютировал в КХЛ и провел на льду первые тяжелые смены. Надо было успокоиться, наоборот, встать по местам. Ну, слава Богу, что не пропустили, но все правильно было. Когда вернулся на лавку, что тренеры сказали? Выводить шайбу и голову. Непередаваемые ощущения. Очень счастлив, что получилось в этом сезоне дебютировать. Надо прогрессировать и продолжать дальше работать, работать. Первый за четыре года выход в плей-офф Кубка Гагарина Сибирь оформила с пятого места, набрав в 62 встречах 74 очка. Долгожданное событие для болельщиков. Кроме того, задолго до завершения сезона клуб сохраняет своих лидеров. Так, после матча с Динамо Сибирь объявила о подписании нового однолетнего контракта с финским ротарем Харри Сятери. Успеха на домашней площадке добился и волейбольный локомотив. Железнодорожникам хватило трех партий, чтобы взять верх над бельгийским клубом Линдеманс в матче 1-4 финала Еврокубка. Причем в первом сессе подопечные Пламена Константинова чуть было не отдали победу гостям. Ведя в счете 24-22, новосибирцы позволили сопернику сравнять и выйти вперед после попадания под блок Марка Ивовича. Однако сам Ивович в итоге стал героем концовки. Дважды забил и отдал передачу на Алексея Родичева. Больше таких ошибок железнодорожники не допускали. Вторую и третью партию команда выиграла за явным преимуществом и с одинаковым счетом 25-16. В составе локомотива сразу три игрока набрали по 11 очков. Это Ивович, Родичев и Круглов. Еще 10 очков на счету Ильяса Куркаева. Ответный матч турнира «Локомотив» проведет в ночь с 4 на 5 марта по новосибирскому времени. Правда, до поездки в Бельгию железнодорожникам еще предстоит дома сыграть с «Динамо» из Ленинградской области в рамках чемпионата страны. И в завершении выпуска снова о волейболе, только теперь о любительском. Представители спортивных федераций региона провели товарищеский турнир. Участие в нем приняла и сборная СМИ, в которую вошли и корреспонденты ОТС. Волейбол выбрали как самый доступный и менее травмоопасный вид спорта. А ведь одним из критериев формирования команды был возраст участников. Старше 35 лет. Плюс, по словам организаторов федерации бокса, на площадке во время таких турниров происходит сплочение коллектива. Попробовать свои силы волейболе решились многие известные новосибирские спортсмены. Спортсменов действующих здесь нет. Все закончили свою карьеру спортивную. Ну а те, кто участвует в жизни федерации, все здесь могут безусловно выступить. Ну и у нас Евгений Подгорный, капитан команды гимнастики. У нас у боксеров, если мне сейчас скажу, ниже мастера спорта нет ни одного участника. Ну кроме, будем говорить, девушек, которые не обладают званием мастера спорта. А так у нас есть здесь мастера спорта в боксе. По другим видам спорта мы тоже посмотрели. У нас и фехтование из МС есть. И в других видах спорта есть международники. В турнире приняли участие 8 команд. Сначала они сыграли между собой в подгруппах. Потом лучшие поборолись за медали. В итоге победу праздновала областная федерация самбо. Организаторы надеются сделать этот турнир традиционным и привлечь к нему новых участников. На сегодня все. В студии работала Кристина Лата. До встречи в новых выпусках спортобзора на телеканале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова